Почему не цветет спатифилум дома? Регулируем влажность воздуха, выбираем новый горшок и почву и удобряем спатифилум для роста и цветения. Спатифилум реагирует на нарушения в уходе различным образом. Листья перестают наращивать, соцветия не выдают или возникают проблемы с побегами, которые гниют. Различить причины и выделить главное основная задача цветовода для наблюдения за больным спатифилумом. Почему не цветет спатифилум дома? Пониженная влажность воздуха или сквозняки, большой горшок, закормили растения, переизбыток азота, переизымовал неправильно. Регулируем влажность воздуха. Спатифилум любит повышенную влажность, в этом растения схожи с орхидеями, большинство видов которых приживаются только в ванных комнатах. Как контролировать влажность воздуха для спатифилума? Своими силами, но с небольшой технической хитростью, использовать термогигрометр, одновременно показывающий температуру и влажность воздуха. Самостоятельно увлажнить воздух можно с помощью мха, поддона с керамзитом, ручным распылением влаги вокруг растения. Автоматизировать процесс получится с помощью диффузора и механического распылителя. Чтобы спатифилум дом отцвел, его нужно защитить от сквозняков, особенно если температура и влажность воздуха неустойчивы. Не ставьте в том месте, где чувствуется ветерок. Какой горшок выбрать? Посадка спатифилума проводится в горшок по размеру корней. Плотная посадка подходит не всем цветам и декоративным растениям. Обычно цветоводы запасаются емкостью на вырост. Но спатифилума относится к тем, кому нужно заполнить корнями и расстояния от стенок до стенок горшка, чтобы зацвести. Чувствует ли он в этом некую опору или растительные медиаторные сигналы, призывающие наконец расслабиться и зацвести? Непонятно. Зато ясна ваша задача. Пойти и купить плотный горшок с дренажными отверстиями в донышке и поддоном для стекания воды. Несколько слов о почвенной смеси. Она рыхлая и органичная. Заполнить смесью не весь горшок, чтобы растение задыхалось. Можно оставить часть, а затем добавить, если осядет после полива. Чем удобрять спатифилум? С удобрением для спатифилума многие цветоводы советуют быть осторожными. Переизбыток сжигает корни и действует в обратном ожидаемом порядке. Но недостаток оставляет растение хилым. Чем кормить спатифилум для цветения? Фосфором? Калием? Исключаются азотные подкормки, особенно если на них делается акцент до возникновения проблем с цветением. По всей видимости, шаткий баланс был нарушен и спатифилум забыл, как закладывать бутоны. Наполнить ему можно препаратом циркон, а после пропущения суперфосфатом и хлористым калием, либо другими фосфорно-калийными ингредиентами. Правильная зимовка – стимул для цветения. Зимовать должны все растения. Отдых идет на пользу, если спатифилум не выставили рядом с батареей или под прямыми лучами в зоне активного воздействия ламп дневного света или вентилятора. В зимний период женского счастья должен быть максимально спокойным, чтобы растение создавало уют и соразмерную отдыху обстановку в доме своим цветением. Не зря же проводят параллели между спатифилумом и женской гармонией. Пишите в комментариях, почему не цел ваш спатифилум и обязательно подписывайтесь на канал ТНИЧИнфо. Мы регулярно выставляем интересные информации о растениях.